О пенсионной реформе в парламенте говорили и сегодня. Мнения звучали диаметрально противоположные. Пока коалиция ликует, другие фракции закон намерены оспаривать. Кто собрался идти в Конституционный суд и какой не менее спорный документ появился в парламенте, об этом далее в материале. Очевидно, вчера нардепы перетрудились при голосовании за судебную пенсионную реформу и сегодня в зале решений никаких вопросов ратификации международных соглашений то и дело проваливают. Я прошу не выходить в зал, прошу ходить фракции за этим планировать. Еще не до того, чтобы глава фракции встала на дверях, в залу никого не выпускать, прачивать. Мобилизуйте людей, это ссором, когда коалиция не может найти 70 голосов подчас таких важных голосов. То седьмой, то шестой попытки нардепы едва ратифицировали договоры с Латвией и Хорватией. В Куларах та же коалиция, которая сегодня ищет голоса, обсуждают вчерашнее победное голосование за пенсионную реформу. Сегодня уряд задоволенный, парламент задоволенный. Я считаю, что сегодня и пенсионеры, которые будут отримывать уже этого месяца, результат в этой реформе. Но вот две фракции парламента эту же реформу намерены отменять. Оппозиционный блок и Батьковщина параллельно собираются обращаться в Конституционный суд. Они просто манипулятивно заложили и так обязательные нормы. Они были обязаны повысить пенсию, современить пенсию по действующему законодательству. Но для того, чтобы на 20 лет, вдумайтесь, на 20 лет поднять страховой стаж. И по факту сегодня до 65 лет поднять пенсионный возраст. Пенсионная реформа нарушает ряд статей Конституции. И сегодня оппозиционный блок готовит обращение в Конституционный суд. Звертаться будем до Конституционного суду с приводу тех людей, которые имели польговый выход на пенсию. Что произошло за пропозицию уряда? Первое. Мы подняли до 35 лет трудовый стаж. Второе. Мы изменили коэффициент нарушения. То есть пенсионер, который имеет сегодня 40 лет в стаж, в этом году получает нарушение по коэффициенту на 35% выше, чем такой же пенсионер, который выйдет на пенсию в следующем году. Он получает на 35% меньше. Но куда больше в парламентских кулуарах обсуждают закон о реинтеграции Донбасса. К утру текста документа еще не было, но о его главных тезисах нардепы говорили. В том числе и о норме, об особом статусе оккупированных территорий. Особливый статус этого не может быть сегодня, потому что вопрос о реинтеграции Донбасса должен происходить с нашей точки зрения полностью в законодательном поле Украины. Все эти особливые статусы, которые мы имели с Крымом, вы увидели, до чего это привело? Но если завтра мы визнаем особливый статус, если на этом особливом статусе мы сможем проводить выборы, политически регулировать вопросы, это означает, что украинская институционная страна будет из середины знищена. В этом законопроекте будет первое. Легализация Минских угод, что для нас, как для Батьковщины, неприятная. Там будет легализация и продолжение строку действия закону про особливый статус, что для нас неприятная. А это все сверху будет приправлено тем, что будто будет написано, что Россия – агрессор. И я хочу напомнить, что Верховная Рада принимала уже низкую нормативных адресов, которым Россию вызнавала агрессора. В БПП конкретики больше там рассказали о главных тезисах документа. Это признание территорий временно оккупированными, Минских договоренностей приоритетными и новое название АТО. Таким механизмом визначена самооборона державы, согласно статусу ООН, 51 статьи, которая позволит использовать военные силы Украины. Там четко прописывается механизм взаимодействия органов влады, как используются военные силы. Подвищается роль Министерства из окупованных территорий. Даются гарантии майна гражданам Украины, которые были на момент всех этих событий, на момент начала российской окупации, которые были там майно. Поэтому четко визначается, что Российская Федерация является окупантом. Там нет языков о миротворцах, это отдельная история. То, что указано в президентском законопроекте, это признание окупованными территориями. Проштовхание такого закона про реинтеграцию, а точнее сказать, про отделение этой частины страны, это злочин против государства. Это прямое преступление Минских угод, которые всем святом приняты как единственный вариант дипломатического регулирования конфликта. Поэтому мы категорично против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против. Мы стоим на позиции, что восстановление территориальной целостности страны должно происходить с дипломатическим шляхом. И считаем, что должна быть дорожная карта, которая позволит это сделать. Это закон в виде Кремля территории Украины. Законопроект зарегистрировали уже после того, как рабочий день нардепов закончился. Он обозначен как неотложный, а значит, с появлением его в зале медлить не будут. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Евгений Каменский. Подробности телеканал Интер.